Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня наша республика, в частности Архы, стал местом проведения масштабного мероприятия всероссийского уровня, расширенного заседания коллегии Федеральной налоговой службы России. Глава Карачаева, Черкесии, Рашид Темрезов, лично поприветствовал руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова и команду налоговой службы из всех регионов России. Руководитель республики искренне поблагодарил Даниила Вячеславовича и всю команду ФНС за внимание к бюджетам регионов и оперативную работу на опережение. Мы видим и ощущаем колоссальную работу, которая отображается не только в профессионализме и качестве оказываемых услуг, но и во все большей направленности на людей, на их благополучие. Рашид Темрезов вручил Даниилу Егорову и ряду руководителей подразделения награды Карачаева-Черкесии за совместную работу и вклад в социально-экономическое развитие республики. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. Сегодня эту тему обсуждали на заседании в Доме правительства республики под руководством первого заместителя председателя правительства Хызыра Чеккуева. Альбина Ламкова продолжит тему. Открыл заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Хызыр Чекуев. Рабочая группа составила из глав сельских поселений, руководителей структурных подразделений администрации и ведомств республики. Впереди лето. Естественно, не за горами купальный сезон. Он привлекает большое количество людей, особенно детей и подростков, что повышает риск несчастных случаев на воде. А чтобы избежать бедствия, для защиты и здоровья граждан необходима организация безопасного пребывания людей на водных объектах и местах их массового отдыха. Деятельность подразделений главного управления МЧС России направлена на выполнение задач в области государственного надзора за маломерными судами, базами и сооружениями для их стоянок, пляжами и обеспечением безопасности людей на водных объектах в пределах своей компетенции. На сегодняшний день на учёте в главном управлении МЧС России по республике состоит 6 пляжей для массового отдыха людей. Сергей Кравченко отметил, что проведённый анализ трагической статистики гибели людей на водных объектах показал, что в большинстве случаев бедствие произошло в местах, не оборудованных для купания. Конечно, необходимо следить за детьми и запрещать им нахождение безвзрослых вблизи водоёмов, а также не употреблять алкоголь при отдыхе у воды. В скором времени в регионе начнут работать и детские оздоровительные лагеря. Основная задача – сделать отдых не только интересным, качественным, но и безопасным, отметила в своём выступлении министр образования и науки Республики Инна Кравченко, сказав, что совместно с заинтересованными органами, а также организациями ведётся необходимая подготовительная работа. В этом году на территории нашей Республики будет функционировать 110 детских лагерей. Это 101 лагерь с дневным пребыванием детей, что на 5 лагерей больше по сравнению с прошлым годом, поэтому охватить детей на 300 человек мы сможем больше. Два палаточных лагеря и 7 загородных лагерей. На территории Республики в этом году планируется охватить оздоровлением и отдыхом около 12 тысяч детей, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Средства на организацию питания в школьных лагерях в этом году увеличили. В ходе заседания рассмотрели вопросы о готовности Республики к предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с выпадением града. Обсудили содержание и сроки проведения профилактических мероприятий по защите населения, определяющие на основании прогнозов природной и техногенной опасности. Альбин Ланкова, Михаил Каракелян, Вести, Корчао-Черкесия. Движение «Жизнь». В общественной палате состоялся круглый стол на тему качества и безопасности автомобильных дорог. Как обезопасить себя и сохранить жизнь без ДТП, расскажет Мария Хамдухова. Из года в год проблемой водителей и пешеходов остается автомобильная дорога. Одним тесно без дополнительных полос, другим негде переходить дорогу. За круглым столом обсуждались главные проблемы и перспективы их решения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». «За выезд на туннели, подъём, где асфальтный завод, подъём длинный. Ну почему столько лет на эту дорогу третью полосу нельзя? Поддерживаете, правильно? Конечно, там даже не то, что мы… Да, это очень опасный участок. Надо третью на подъём, чтобы две машины, ну а одним могли обгонять». Жалобы на усиление безопасности дорог возникают не только у водителей, но и у сотрудников госавтоинспекции. «То есть есть такие моменты, да, где, например, к слову, не нужно ограждение, а там по проекту указано. И всё, это надо установить. А где необходимо, отсутствует это ограждение. Ну то есть мы хотели, как вот именно госавтоинспекция, хотели принять участие. Именно когда они определяют, чтобы мы тоже участвовали, согласовывали, и когда они сдают». Дорожные знаки на проезжей части, дополнительные полосы на дорогах не всегда являются показателями безопасности. Сколько бы ни строилось комфортных дорог, статистика ДТП с летальным исходом не снижается, рассказывают представители дорожных служб. «Установка дорожного освещения, установка ограждения, у них нигде не закладывается, у них только проезжая часть. И у нас из-за этого происходит рост ДТП. То есть тем лучше проезжая часть, мы все понимаем, да, чем тяжесть впоследствии и сквозь движения выше, и тяжесть впоследствии ещё само собой усложняется». К превышениям скоростного режима, несоблюдением правил дорожного движения прибавилась ещё одна проблема. Это наезд водителей на животных. Серьёзность последствий такого ДТП должен понимать каждый хозяин домашнего скота. «ДТП с наездами на животных. Таких в этом году зарегистрировано 29, в которых погибло 2 человека и 7 получили ранения. ДТП у нас большей частью данного вида связаны с Зеленчукском районе, происходит в Жигутинском районе, Прикубанском и Адагихабрском ДТП». Правила существуют, чтобы их не нарушать. С сотрудниками госавтоинспекции нередко проводятся профилактические мероприятия на улицах как Черкеска, так и в целом республики. Быть понятым и услышанным с сотрудниками дорожных госавтоинспекций важно и нужно. Главная цель – донести до автолюбителей и подрастающего поколения, что ошибки на дорогах обходятся жизненно дорого. Майя Хамдохова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем об уроке безопасности и о творчестве абазинского поэта Керима Мхце. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный. Ветер западный с переходом днем на восточные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 8, днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер западный с переходом днем на восточные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. В рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» на этой неделе по всей стране проходят совместные мероприятия с МЧС России, направленные на повышение культуры безопасности и профилактику травматизма несовершеннолетних в период летних каникул. Такой урок безопасности состоялся и для детей профильного класса Центра образования номер 11 города Черкеска. Фатима Даурова продолжит тему. Впереди долгожданное лето, а значит вероятность возникновения травматических ситуаций, связанных с детьми, выше. Поэтому решение проводить совместные уроки, направленные на просвещение детей и их родителей по теме безопасности, весьма актуально. Еще до прихода детской аудитории спасатели готовят наглядный рабочий материал, с которым собираются близко познакомить ребят. Аварийно-спасательные инструменты, то есть гидравлические аппараты, пневматические аппараты, шансовые инструменты, все, что есть в наличии данной автомобильной спасательной машины, все покажем. Аварийно-спасательные автомобили оснащены самыми передовыми средствами спасения. Тут каждая единица спецоборудования разложена по своим местам для удобства обозрения и представления технических возможностей. И пока ждали ребят из подшефного МЧС-класса, проходящие мимо детки решили стать первыми зрителями импровизированной уличной экспозиции. И вот ребята в фирменных пилотках цвета морской волны и оранжевых беретах, присущих основным элементам гардероба сотрудников МЧС, заполнили площадь и выстроились в ряд, готовые к интересному показу и рассказу. Спасатели сначала коротко ознакомили детей со спецификой работы каждого оборудования, а затем с соблюдением правил безопасности от теории перешли к практике, дали возможность ребятам самим примерить на себя работу спасателя и сладить с техникой. Детей больше всего заинтересовала демонстрация возможностей комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента, пневмопластырей, набора слесарного и шансового инструмента, ну и, конечно же, средства индивидуальной защиты дыхания и кожи. В очередь за примеркой противогаза выстроились практически все. На занятии по безопасности ребятам также напомнили основные правила, которые должен знать и соблюдать каждый ребёнок. Это правила безопасности на воде, обращения с электроприборами, пожарной безопасности. Для детей были показаны работы таких агрегатов, как гидравлический аварийно-спасательный инструмент, работа насоса, а также огнетущих таких пожарно-технических средств, как огнетушители различной модификации, порошковые, углекислотные. Детям также мы рассказали о том, что нельзя делать и что делать в случае, если произошёл пожар. Конечно, всегда интересно попробовать самому. Наблюдать интересно, но когда ты щупаешь и сам оказываешься на месте спасателя, пусть даже в игровой форме, это очень впечатляет и вызывает особый интерес к дальнейшему развитию, более глубокому познанию данной отрасли. И судя по реакции детишек, увиденное оставило яркие впечатления, а правила безопасности выучены наизусть. Это было здорово! Фатима Дорова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В ауле Псыш Абазинского района на базе Центральной районной библиотеки состоялся вечер памяти знаменитого абазинского поэта, публициста Керима Мхце. Помимо прекрасной поэзии, он оставил и яркий след в журналистике и драматургии. Занимался и переводом стихов. Альбина Ламкова продолжит тему. Керим Мхце – один из тех поэтов, чьего творчество тесно связано с его народом, о своей личной ответственности перед ним. Подкупает в его стихосложении искренность и открытость миру. Форма его произведений строга, правильно. Есть то, что вдохновляет и удивляет. Не раз литературоведы и ценители его произведений говорили о неповторимости феномена его творчества. Эти же слова звучали и на этом творческом вечере. Причём многие стихи Керим Мхце рождаются как песни, неразрывно с мелодией, изысканно чувственно, с глубоким смыслом и трогательно ложатся на музыку. На вечер памяти пришли люди, хорошо знавшие Керима Леонидовича, почитатели его творчества и родные. Выступление каждого из них прошло волнительно. Декларировали стихи, и взрослые дети читали проникновенно, красиво и душевно, с трудом, еле сдерживая дрожь в голосе. Присутствующие с большим интересом слушали воспоминания о поэте из рассказов его друзей, знакомых и родственников. Так вот, для нас папа был человеком, на которого хотелось походить и в жизни, ну и по возможности в работе, в творчестве. Он был эмоционален, но опять же справедлив. То есть, если он считал, что что-то неправильно, то он нам объяснял, почему это неправильно и как лучше. Мы вот с сестрой старались во многом походить на него и брать то лучшее, чему он нас учил. Не ожидала, что настолько всё будет волнительно, потому что как-то стараешься себя всегда держать в руках, но тут вот настолько всё тепло подготовлено, с душой. Вот спасибо организаторам сразу, хочется сказать, всем участникам, детям, молодцы. Счастливилось действительно в этой семье родиться. Вот на самом деле это вот от души самый лучший в мире папа. Самые главные принципы жизненные, которые вот существуют, самые ценные, на чём держится мир, он всё это прививал, учил правильно относиться к людям, к жизни, к событиям. Он был неравнодушен ко всему. Необычайное и удивительное наследие, пленяющее ум и сердце оставил народный поэт Керимхце, отметили организаторы его творческого вечера. Показать многогранность таланта поэта – основная цель организаторов. Мы опирались в подготовке мероприятия. Во-первых, на творчество. Мы остановились на его творчестве. Мы хотели показать многогранность, многотемность, что это не только стихи, но и песни, что столько лет его нет на свете, что он у нас значим для всего нашего абазинского общества. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Ренат Муков. Вести Карачаева-Черкесия, Абазинский район. Спортивные вести. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил сборную нашей республики по лёгкой атлетике с победой в командном чемпионате. В соревнованиях участвовали сильнейшие легкоатлеты России. И это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Мелодия для двоих». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин